Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор 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 субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Даем положительную динамику роста налоговых поступлений в наш бюджет. Выражаю особую благодарность ветеранам налоговой службы, которые стояли у истоков ее становления. Говорится в тексте поздравления. Телерадиокомпания «Удмуртия» снимет об Абхазии фильм. Об этом на пресс-конференции делегации Торгово-промышленной палаты и представителей СМИ Удмуртской республики заявила директор телерадиокомпании Марина Городилова. Делегация с 9 апреля с рабочим визитом находилась в Абхазии. И подробности в материале Саида Джарсалия. В рамках пресс-тура по Абхазии делегаты посетили ведущие предприятия республики, курортные объекты, а также абхазские и русские драматические театры. В конце тура делегации журналистов и представителей Торгово-промышленной палаты Удмуртской республики провели пресс-конференцию по итогам пребывания в Абхазии. Отвечая на вопросы, руководители ведущих удмуртских СМИ отметили, что у Абхазии есть высокий туристический потенциал. По возвращению домой журналисты из Удмуртии расскажут о своих ярких впечатлениях и в первую очередь заявят о хорошем уровне безопасности в туристической сфере. Мы были поражены темно степриимством и доброжелательностью, с какой нас встретили. Самое главное, то, о чем мы уже с вами разговаривали, это, конечно же, если мы говорим о туристическом бизнесе, то это безопасность. Поэтому мы будем говорить о том, что здесь отдыхать безопасно. О перспективах развития двусторонних взаимоотношений Абхазии и Удмуртии рассказал президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Гагули. По его словам, для привлечения в нашу республику инвесторов и в целом для выстраивания партнерских отношений с другими странами, большое значение имеет имидж Абхазии, который формируют иностранные СМИ. Я думаю, перспектива наших взаимоотношений прекрасна и надеюсь на то, что приезд данной делегации сподвигнет на еще большие и лучшие дела. Хотя товароборот, мы говорим, маленький, но исходя из товароборота каждой республики, которая у нас складывается по России и регионами России, он нормальный товароборот. Мы торгуем со всей Россией. Для сегодня расширение нашего товароборота зависит от того, как они поднесут нас в газеты, в телевидение, как о нас расскажут. По словам председателя Совета Союза Удмуртской Торгово-промышленной палаты Виктора Любимова, после освещения экономической и туристической жизни республики ожидаются первые шаги в налаживании совместной работы предприятий Абхазии и Удмуртии. Мы посещали предприятия, в основном туристические, отели, гостиницы и предприятия сельского хозяйства. То есть мы были в больших хозяйствах тепличных, где выращиваются помидоры, огурцы. Смотрели очень хорошие технологии. Посетили, конечно, ваши винзаводы, пивзавод и посмотрели, что есть у нас точки соприкосновения. В рамках визита делегация из Удмуртии встретилась с президентом республики Раулем Хаджимба. В ходе встречи глава государства подчеркнул необходимость развития и укрепления взаимоотношений с Удмуртской республикой. Также прошли встречи с министром по курортам и туризмам Тандилом Гарцке, министром культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвирой Арсалия и министром сельского хозяйства Дауром Тарба. Та миссия, с которой мы сюда приехали, это, конечно же, рассказать нашим жителям нашей республики о вашей прекрасной стране, чтобы они приехали сюда к вам, чтобы экономические связи какие-то налаживались и так далее. На сегодняшний момент мы уже запланировали, что мы сделаем фильм об Абхазии. Делегация из Удмуртии прибыла в Абхазию по приглашению Торгово-промышленной палаты республики, которая и обеспечила их пребывание. В завершении пресс-конференции журналисты из Удмуртии поблагодарили представителей Торгово-промышленной палаты Абхазии за теплый прием и выразили надежды на дальнейшее сотрудничество. Актив Сухомского района подвел итоги прошедшего года. Глава администрации Беслан Аветсба считает, что существующий бюджет надо увеличить в разы. И лишь в этом случае можно говорить о положительных тенденциях. В собрании приняли участие вице-спикер парламента Ливон Галусьцан и заместитель руководителя администрации президента Адгор Лушба. Подробности в репортаже наших корреспондентов. К Сухомскому району относятся 11 сел. В советское время он был наиболее развитым. На сегодняшний день одной из основных бюджетнообразующих сфер района считается сельское хозяйство. Однако, как отметил начальник отдела сельского хозяйства администрации района Адамий Тужба, для более эффективного развития необходимы дотации. Он также добавил, что в 2016 году были освоены земли под посадку фруктовых деревьев. В этом году также заложены средства на то, чтобы были проведены закладки многолетних насаждений на развитие отрасли сельского хозяйства. И данная сумма, хоть и не на много, но выросла. И отмечен рост развития сельского хозяйства. Заместитель главы администрации района Алхаз Четанава отметил, что за отчетный период выполнены показатели по всем направлениям. Инфраструктура района стала лучше. В некоторые села проведены водопроводные трубы. В верхней и шере восстановлен аварийный мост. Учитывая скудный бюджет, сумели решить и много других социальных вопросов, подчеркнул Четанава. Прошедший 2016 год вообще хотелось бы отметить, что является таким своеобразным рекордным годом для Сухумского района по объему прямых финансовых вливаний, помимо бюджетных ассигнований, которые были предусмотрены. В том числе по комплексному плану с учетом переходящих платежей на 2017 год Сухумский район было финансировано в размере 75 миллионов рублей. Из фонда администрации президентов 14,8 миллионов рублей. Дорожный фонд перечислил подрядным организациям по ремонту дорожной инфраструктуры порядка 7 миллионов рублей. Все это в совокупности является прямыми финансовыми вливаниями в инфраструктуру района, что значительно улучшит социальную сферу жизни наших граждан. По информации начальника финансового отдела Мадзина Тарба, доходная часть бюджета района за 2016 год составила более 98 миллионов рублей. План выполнен на 122%. Начальник экономического отдела Аймир Казанджиоглы провел анализ производственно-хозяйственной деятельности. По его словам, за отчетный период прослеживается рост производства в сравнении с 2015 годом. В целом валовый объем выполнен на 133%. Это 1 миллиард 528 миллионов 437 тысяч рублей. И 135% от уровня 2015 года. Это 1 миллиард 133 миллиона. Такая ситуация сложилась в основном за счет сферы торговли. Вместе с тем, выполнены объемы производства и в промышленности. Выполнение составило 136%. На собрании говорили и об уровне преступности. Было отмечено, что преступлений стало меньше, раскрываемость больше. При том, что в правоохранительной структуре района наблюдается нехватка кадров, по информации начальника отдела РОВД, сейчас идет упор на усиление работы по выявлению и предупреждению незаконного оборота наркотических средств. Немало проблем сегодня и в сфере образования. В 11 школах района обучается меньше 500 учеников. Состояние учебных заведений оставляет желать лучшего. Нет ни одного детского сада. По словам главы администрации Сухумского района Беслана Авизба, все эти проблемы в одночасье решить невозможно. Для улучшения ситуации необходимо увеличить местный бюджет более чем в два раза. Содержать покалеченный войной Сухумский район на 64 миллиона рублей невозможно. Этими средствами мы просто латаем дыры. А нам нужен с вами прорыв. На сегодня бюджет района должен быть не менее 150 миллионов рублей. Вот о чем я вам говорю. То есть это нам надо еще как минимум в два с половиной раза увеличить этот бюджет. А как это сделать? Здесь нужен комплексный подход. Одного или готового решения в этом вопросе нет. В собрании актива также принял участие и заместитель руководителя администрации президента Адгур Лужба. Он считает, что в общем показатели намного улучшились в сравнении с прошлыми годами. Лужба отметил, что руководство республики понимает все существующие реалии. Считает, что у района есть перспективы по наращиванию показателей. Впервые за, наверное, послевоенный период можно говорить о таком позитиве и всплеске. Это и в росте бюджета, и в росте налоговых поступлений, и в результативности работы того сектора экономики, который сегодня присутствует в Сухумском районе. Да, в районе, как и в любом другом районе нашей республики, проблем много, но все проблемы решаемы, нужно желание, единство в действиях и скоординированная политика внутри самого района. Развитие сельской инфраструктуры, проблема занятости молодежи, как и ряд других вопросов, пока остаются в селе нерешенными. Одной из основных задач, стоящих перед руководством страны, это укрепление села и поддержка сельских жителей, отмечено на собрании. Сима Аргун, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Вечер памяти, посвященный герою Абхазии, кавалеру ордена Афидз Абша второй степени, генерал-лейтенанту Геви Агарба, прошел в Абхазской государственной филармонии. Вспомнить героя Абхазии пришли президент республики Рауль Хаджимба, руководство страны, представители общественности, родственники и друзья Геви Агарба. Тему продолжат наши корреспонденты. Геви Камугович – легендарный герой Абхазии. Он был командующим гвардейского полка, первым вступившим в бой с врагом. И с самого начала войны Геви Агарба проявил героизм. Зал государственной филармонии не вмещал всех желающих почтить память Геви Камуговича. Мероприятие начало вступительной речи вице-президента Абхазии Виталия Габния. Он отметил, что такие люди, как Геви Агарба, не просто патриоты, воины, а истинные символы своей эпохи. Вот только историю делает не большинство, а избранные. Это эпоха уходящих титанов, шедших вопреки, таких как Владислав Арзенба, Юрий Воронов, Зура Бачева. Ко времени, когда Советский Союз стал учиться, у нас была организация, позволившая нам быстро соорганизоваться. У нас появился шанс. И мы этим воспользовались благодаря народу и таким ярким представителям, как Султан Сосналеев, Мушнихвардский, Геви Агарба, Сергей Тбар, Владимир Начаш и ряд других полководцев. Это люди, которые замкнули на себе целую эпоху, героическую эпоху. В мероприятии, организованном администрацией столицы, приняли участие актеры Абхазского драматического театра, студенты Абхазского государственного университета и школьники. Они, читая историю Гевика Муговича, провели зрителей через всю его жизнь, от ранних лет до послевоенных годов. Гевика Муговича, participation Zephygiani, И после войны он продолжал активно участвовать в общественной жизни Абхазии. И, несомненно, внес свой вклад в становление абхазского государства. Гиви Аграба обладал редким дипломатическим даром – находить компромиссы в спорных вопросах. Знавший Гиви Аграба лично отмечает, что к его слову прислушивались все, независимо от политических предпочтений. Он был подобен скале, защищающей абхазский народ. Он был предводителем, он был полководцем, он один из достойнейших военных руководителей. Не зря он носил звание генерала, но по жизни и до этого звания он был предводителем. Его образ, его светлое лицо, его иногда суровое лицо подталкивало на многие подвиги нас. Он был образцом для подражания. Это достойный гражданин нашей республики. Он навсегда останется в наших сердцах. Вряд ли можно охватить одним мероприятием весь масштаб подвигов Гиви Камуговича. Именно такие люди, как Гиви Аграба, всегда проявляли стержень в принятии судьбоносных решений для Абхазии. На Алакове, Беслан Щинжерия, Абхазское телевидение. Абхазские верующие продолжают паломничество в Иерусалиме. Они посетили храм Феодосия Великого, в котором по преданию останавливались рождественские волхвы. Полна святая земля праведниками и великомучениками. Побывала Абхазская паломническая группа и в монастыре Феодосия Великого. В этом месте, по преданию, останавливались на отдых рождественские волхвы. Сама пещера сохранилась и содержит гробницы многих святых. Мы обратили внимание на необычную икону с изображением Бога Отца. «Я Господь Саваоф» написано на ней. Несмотря на то, что это не каноническая икона, она обращает на себя внимание. Все паломники с нетерпением ждали поездку в Иудейскую пустыню в монастырь Савы Освященных. Абхазских христиан здесь встречают радушно. Основал обитель житель Каппадокии святой Сава, прославившийся своей ангельской жизнью. Отшельник и пустынножитель Сава творил чудеса еще при своей жизни. Приручал диких зверей, исцелял больных, молитвой призывал дождь. Настоящий воин Христа боролся с монофизитами и ересью. Умер в 95 лет. Его мощи покоятся в монастыре. Женщин на территории монастыря не пускают. И потому абхазские паломницы пропели Акафис Саве Освященному у ворот. Всеми любимый монах Ефрем раздал масло от лампад и пальмовые веточки, избавляющие от бесплодия. Взял записочки и помазал страждующих миром. Ну а паломники в ответ пропели ему «Многое лето». И последним местом посещения в этот день был город Хеврон, находящийся в палестинской автономии. Город прославил Дуб Мамврийский, которому уже 5000 лет. К сожалению, он неотвратимо высыхает. Существует предание, когда он рухнет, мир закончится. За моей спиной вы видите тот самый Мамврийский Дуб. По ветхозаветной истории известно, что под этим Дубом в синее этого Дуба сидел праотец Хеврон, который встретил трех путников, то есть здесь подруга, в лице трех путников, трех ангелов. Когда под этим Дубом Господь ему, его жене, обещал, что через год у него в это же время родится сын, на что, конечно, Сара со смешкой к этому отнеслась, потому что она про себя подумала о том, что она уже в летах, и мужик тоже уже преклонен, и так, что этого быть не может. Естественно, что то, что было Богом сказано, конечно же, это осуществилось. По сообщению Гидрометеослужбы в Абхазии в ночь с пятницы на субботу ожидается ливневый дождь. В воскресенье погода прояснится. Температура воздуха ночью плюс 8-10, днем плюс 13-15 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин